Привет, друзья! Раннее утро. У меня в гостях Денис с канала Михайлик Жарит. Вчера мы отлично провели вечер, а сегодня утром очень хочется есть. Очень хочется в Макдональдс. И мы решили приготовить обычные классические бургеры на мангале. С чего мы с тобой начнем? С паршика. Мы начнем с паршика. У нас с тобой есть стейк-третип для этого. Это мраморная говядина. Она. Это мраморная говядина. И нам ее нужно измельчить. Да. Погнали. Поскольку нет у нас, друзья, товарищи, формовочного кольца, есть у нас ведро. Сейчас по-борщевски запилим. Классическое, да. Классическое, да. Формовочное ведро для котлет. Вот. Сейчас будем делать. Так. Начинаем для начала рубать фаршик. Фаршик мы будем рубать не топориками, потому что утро и бургер хочется сейчас. Будем рубать его на мясорубке. Они через два века. Они через два века, да. Будем рубать его на мясорубке на средний... 5 миллиметров ячейка у нас. Ячейки, да. А я тогда беру на себя приготовление всех гарниров, булок, поджаривание бекона и тому ежи с ними. Договорились. Как организовать ЗОЖ-завтрак? Я думаю, сколько у нас с тобой уйдет? Ну, плюс-минус полчаса с учетом того, что мы снимаем. Да. Так это все намного быстрее. Не, ну разрез красив. Ну, это стритипчик. Он прям такой вот, он хорошо мраморный. То есть вот я... А если по-русски это какой вот? А я уже забыл. Ну, я уже забыл. Но жру я его, вот в свое время прям ел килограммами. Мы, когда у меня только начался гриль-контент, прям три типа этого наелись с женой так, что от слова стейк уже становилось нехорошо. Дальше уже там начались всякие хот-доги, бургеры, брискеты, вот это вот все. А стейки ушли очень сильно на второй план, потому что именно вот этим стейком мы что-то как-то... Наелись. Наелись, да, на все бабки. Все, надо сказать, что он еще вот, ну при том, что он и мраморный, и очень сочный, и вообще он стоит 900 рублей за килограмм. И он стоит 900 рублей за килограмм до сих пор. То есть если вы, например, покупаете альтернативный, да, какой-то отрез, не берите непонятный вообще какой-то ноунейм, да. Очень многие типа, вот Мираторг плохие стейки стал выпускать. Вы берете за 200 рублей непонятно откуда обрезок какого-то мяса, что вы хотите от него. Чтобы у вас там было нежнейше, сочнее... Нет, так не будет. Вот в принципе вот этот стейк, он из сравнительно недорогих за килограмм, и он будет сочнейший и нежнейший, если вы его правильно приготовите, не превратите в портянку. Ну вот, а стейки какой-то типа говяжья там жопка из-под правой ноги, да, ну чё, чё вы хотели от несчастного быка? Хотели бюджетный стейк. Бюджет, вот бюджетный стейк. Это бюджетный стейк. Нормальный отруб. Шикарный фарш у нас готов, но не будем затягивать с остальными ингредиентами. Я пока у меня здесь угли горячие и горячие. Начну подсушивать булки, поджаривать бекон. Так, в фаршик нам нужно соль и перцу. Сейчас мы, прежде чем замешивать, всё качественно распределим. И солька. Даже пока вот, наверное, я так остановлюсь и начну замешивать, а там в процессе будем посмотреть. Хорошим котлетам, кроме соли и перца, больше ничего не нужно. Конечно, здесь мраморное мясо. Если у вас не мраморное мясо, и вы нам, ну, купили там, я не знаю, просто хорошую говядину, да, попросите у мясника говяжий жир. Положите где-то, ну... 20%. 20%, можно, да, если прям хотите, чтобы по рукам текло, нужно 20%. Если прям, ну, это обычный кусок говядины, вот, ну, никакая там не мраморка, ничего, то 20% говяжьего жира на 800 грамм мяса дадут вам такую мраморность, что, мама, не горюй. Булочки у нас сегодня с тобой готовы? Да. Мы с тобой уже как-то, помнишь, у меня снимали рецепт бриошей? Да, вот ссылка, как обычно, вы поняли. Были очень классные булочки бриошей, прям обалденные. Это был один из первых, по-моему, как раз мы с тобой качапури снимали. Да. И снимали с тобой... Бургеры. Бургеры с самодельной булочкой. Вот тогда была самодельная булочка и готовая котлета. Сейчас будет самодельная котлета и готовая булочка. Развиваемся. Развиваемся, да. Леша, пробуешь просто. А у меня есть определенный лайфхак, если я готовлю дома, то можно закинуть на 15 секунд в микроволновку, моментально готовиться. И если те, кто не любит пробовать сырой фарш, вы сразу пробуйте такую, ну, как фрикадельку и понимаете, по соли и перцу хватает вам или нет. Я спокойно отношусь к сырой говядине и тартарчики люблю и вообще люблю. Я тоже люблю, но есть люди, которые сырой фарш не пробуют. Коробят прям, да. Сырая котлета. Я же не из свинины ее сделал. Вы что, ребят? Понятно, она, да. Красная внутри, сочная, что пипец. Зато. Красота. А сколько? Грамм по 80, по 100? Ну, где-то, я думаю, что 100 у нас с тобой весов нету. Есть? У нас с тобой есть весов? Есть весов. Будем взвешивать и морочиться? Нет. Мы будем завтракать скорее. На глаз. На глаз больно, там соль и перец. Фармолочное кольцо модное. И погнали. Как раз сейчас мы сделаем чудесную котлетку, ровненькую, классненькую. Так, доктор прописал. Смотри, булочки у нас с тобой немножко меньше, чем наши котлеты по диаметру. Но это нормально, потому что во время приготовления она всегда усаживается, то есть белки поджимаются, и котлета станет то, что нужно по форме. Да? Сочная, пышненькая, нежненькая. Не будет пизанской башни, да? И не будет такого, что котлет по краям. Да, хороший гармоничный бургер. Я закидываю подсушиваться булки. Все происходит достаточно быстро. Ну вот, как раз, в принципе, у нас с тобой 6 бургеров, да? 3, 4, 5, 6. Все четко. По два нам, по одному женщин. Да. Я быстренько подрежу помидоры и огурцы. Да, и начнем жарить уже котлетосы и быстро-быстро собирать, быстро-быстро. Сочные томаты. Красивые. Мне думаем, нам хватит. И огурчики. Пока я крутил другие котлеты, вот у нас здесь шикарная котлеточка организовалась. Оп. Да. А сюда мы сейчас поместим еще одну. Вот. То есть где-то вот граммчиков сток от литосина, я думаю, да, у нас? Да. И вот кольцо от ведра с красной ценой. Здесь сантиметр в диаметре 12 сантиметров где-то. Думаешь, да? Да, ну, десятка, ну, больше, чем десятка. Больше, чем десятка, но точно. Булочка у нас десятка. Вот. Это я точно знаю, я диаметр выверял, когда пек эту булочку в магазине. И вот так вот прям его, опа, и сняли, и все. И молодцы. И отличный котлетос. Ровненький, четенький, кругленький. Можно жарить. Друзья, наши котлеты готовы, сформированы гарниры все готовы. Сковородка раскаляется на углях, и мы отправляемся жарить наши котлетосы. Итак. Две у нас не поместится за раз. Нет, не поместится. Вообще без масла. Да, на сухой сковороде. Но мы с тобой будем жарить до состояния медяшечки, да? Да. Хороший, сочный. Красненький в середине. Да, розоватый в серединке. Да, I'm loving it. Вот этот вот запах жареного говяжьего жира, вот на такой раскаленной, с короткой, он сразу ассоциируется у меня с бургером. То есть вот к Макдональдсу подходишь. Да. Чувствуется вот именно вот этот запах. И мы делаем первый переворот. Ну, красота. Огнино. Ну, огнино же. Значит, у нас есть чудесный соус барбекю только вот такой фирмы. Не видно, да, здесь? Жаль. Так. Ну, в принципе, лейте какой вам нравится соус барбекю. Много лить не надо, размокнет булка. Если вы хотите прям, чтобы соус стек у вас по рукам, налейте его уже, когда все будет положено сверху, сверху. И тогда он будет у вас прям вот соус-соус будет доминировать. Ну, а если применить вот такой лайфхак? Давай, да. Я что-то додумался до него тоже в последнюю очередь. Ну, почти. Почти получилось. Я переворачиваю котлету и отправляю на нее сыр-чеддер. А ты пока можешь выкладывать салат. И буквально минутку подержать в таком состоянии. Так, давай. Вот так. Так, да, пару кубичков. Да. Бахнем. И немного их подрасплавить горелочкой. Не зашумись. Да, я думаю, да. Как положено огурочек. Закрывай булищу. Закрывай булищу. И на буркер. Раскладываем с тобой сырочки. И тоже подплавить все. Поперли собирать? Да. Огурчик, лучок. Ну что, давай разрежем, посмотрим. Да у меня уже, я даже говорить не могу, потому что у меня полный рот слюней. Я прям стою и говорю, аааа, когда. Это очень сочно. Это просто прямо. Я думаю, все отлично. Аааа, мясо. Оп. Угощаемся. Ай, как я ждал этого момента. Прямо. Ну что, доброе утро. Доброе. Друзья, это бесподобно. Это прям, прям вот как надо. Как должно воскресное утро начинаться у меня каждый, вот, каждую неделю прям. Каждый день, хотел сказать. Ну на этом у нас все, друзья. Подписывайся на канал Михалик Жаред. Подписывайся на мой канал. И до скорых встреч. Пока-пока. Подписывайся на мой канал.